Здравствуйте! В эфире новости на МТРК. О событиях к этому часу расскажут мои коллеги Ягири Мукашева. Вот главная тема. Слабое место североказахстанской экономики. Проблему импортозамещения обсудили в областном Акимате. Почему на прилавках так мало товаров под маркой сделано в СКО? Льготы для педагогов. Их дети теперь в категории первоочередников на место в детский сад. Как подать заявку? Самый полезный майский мед. Североказахстанские пчелы дают первый урожай. Сколько полосатых тружениц на пасеке и с какими проблемами сталкиваются пчеловоды? Творог, сыр, колбаса. В магазинах области этих продуктов очень много. Только не местных, а привозных из других областей стран. При изобилии сырья и потенциале производства такой проблемы в нашем регионе кажется быть не должно. Но она есть. Вопрос импортозамещения обсудили на заседании областного Акимата. Говорили не только о пробивах в продуктовой базе, но и нехватке своих строительных материалов. А начали с кадровых перестановок. Подробности далее. Минуты до начала заседания в зале оживленно. И вот в него вошел глава региона. Кумар Аксакалов сообщил о кадровых перестановках. Поблагодарил своего заместителя Руслана Алишева за работу и поздравил с новой должностью. Он назначен директором службы центральной коммуникации при президенте республики Казахстан. Должность ответственная и очень важная. Желаю вам удачи. Теперь груз ответственности перешел на гони Нагеметова. Отечественное плюс зарубежное образование уроженца Актюбинской области вместе с серьезным послужным списком можно назвать идеальными. До последнего назначения он заведовал отделом внутренней политики администрации президента. После официального представления участники заседания перешли к обсуждению рабочих вопросов. Ключевые из них – реализация комплексного плана на три года и импортозамещение. Здесь, как на поле, еще пахать и пахать до результатов. Начнем с продуктов питания, которые мы пока не делаем или производим очень мало. Если импорт дрожжей и чая никого не удивляют, то покупка заграничных производных молочки уже вызывает немало вопросов, особенно когда видишь следующие цифры. Северный регион производит больше, чем потребляет. Муки – 59 раз, молока – в 22 раза, макаронных изделий – в 20 раз, картофеля – в 9 раз, масло – в 6 раз. Произвели по итогам года 56 тысяч тонн мяса в убойном весе. Больше, чем соответствующий годом раньше. При этом на переработку отправили только 8,4 тысячи тонн или 15%. Учитывая то, что население региона потребляет ежегодно порядка 36 тысяч тонн, 12 тысяч тонн не вовлекается в экономический оборот. Сырья и производственных мощностей хватает, а хвастаться в вопросе импортозамещения особо нечем. Может быть, у предпринимателей есть сомнения в успехе дела, потому не берутся за изготовление того же творога и сыра. Кстати, последний хотят начать делать в Эртауском районе, но пока это только планы. По сырам, как объясняет малокобереводческое предприятие, директора объясняют, что очень долгий процесс. Сам сыр должен выставиться порядка 6 месяцев, поэтому они, если попутно, делают смол-сервис. Остальные не хотят, чтобы вкладывать в это большие средства, чтобы они стояли. По творогу тоже есть проблема, но, в принципе, сегодня разговаривали с мол-продуктом, они, в принципе, готовы, если мы предоставим им дешевые деньги, взять линию, взять оборудование и начать это производство. С производством колбас североказахстанские предприниматели, оказывается, тоже связываться не спешат, рассказал руководитель управления сельского хозяйства. Слишком большая конкуренция с Россией. Оттуда везут дешевую мясную продукцию. У местной же ценник куда выше, значит и спрос меньше. Задачу представителей власти вдохновить, заинтересовать, заставить в себя поверить, отметил Кумар Аксакалов. Прокредитуете их дешевыми деньгами. Даже с областного бюджета мы готовы профинансировать. Вот отрасли, которые, в принципе, дадут эффект. Зачем нам кормить наших жителей завозными продуктами питания, когда мы можем все сами делать. Так же, как и строительные материалы. Большая, но пока не сбыточная мечта специалистов, работающих в этой сфере, – собственный североказахстанский кирпич. В год его вместе с облицовочным в регионе нужно около 50 миллионов штук. В зале заседания по этому вопросу даже прозвучало предложение о строительстве специализированного завода. Вот вам и готовый бизнес-проект, который нужно сопровождать и поддерживать. Правда, с компанией Кирпическа эта формула не сработала. Производство запустят в октябре. Могли и раньше, если бы ответственные за это руководители приложили чуть больше усилий. Как заместитель Акимобласти, который курирует вопросы строительства, утром начать с наиболее крупных проектов, что же, как они там реализовываются, как день прошел у них, с какими проблемами столкнулись в реализации. И вечером еще раз начать закончить имиджа. А так дистанционно смотреть, так не пойдет. Они так и будут ходить годами и ничего не смогут сделать. Жить надо внутри этого проекта. Чувствовать все настроения. От бюрократических проволочек тоже бы защитить не мешало. Ведь ожидание бесконечного количества справок ближе к цели не сделало еще ни одного бизнесмена. Дарья Пашмынцева, Рустам Тлюжанов. Новости МТРК. Во вторник в Петропавловске на пересечении улиц Назарбаева и Шажимбаева произошла авария. ДТП случилось около 6 часов вечера. На кадрах видно, как легковушка Subaru не пропустила движущийся навстречу Volkswagen Passat и хотела повернуть налево. Как итог, сильное столкновение. В департаменте полиции сообщили, в результате аварии пострадала 39-летняя беременная женщина, которая в тот момент находилась в салоне Subaru. Ее доставили в больницу. ДТП – вина водителя Subaru Legacy, так как он, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не пропустил транспортное средство, которое идет ему навстречу. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками батальона патрульной полиции Управления полиции города Петропавловска собран материал и передан в отдел административной полиции Управления полиции города Петропавловска для принятия дальнейшего процессуального решения. Новые схемы обмана. Их постоянно придумывают злоумышленники, которые хотят нажиться на доверчивых североказахстанцах. В основном людей обманывают через ложные объявления на сайтах продаж, а также посредством фейковых страниц в социальных сетях. Волонтеры и стражи порядка раздают памятки, чтобы предупредить людей о разных преступных комбинациях. Подробности в сюжете подготовлены при содействии пресс-служб областного департамента полиции. Покупатель-продавец – одна из распространенных схем злоумышленников. Аферист под видом клиента звонит по объявлению и просит номер карточки для внесения предоплаты. Мошенник объясняет, что к продавцу на сотовую придет смс от банка с кодом подтверждения. После его активации деньги поступят на счет. Об этой и другой хитрой уловке оперативники и волонтеры в очередной раз предупредили петропаловцев. Вы сейчас, наверное, слышали, что в интернете очень много фейковых объявлений. Мы хотели бы вам вручить памятку по соблюдению мер предосторожности в сети интернет. Вы, наверное, знаете, что очень часто звонят с банков, представляются службы работниками банков и пытаются получить вашу личную информацию о ваших карточках. Если, получается, эту информацию скажете, вы лишитесь своих денежных средств. Помощь, медобслуживание, продажа автозапчастей, прогнозы на спортивные события и многое другое. Современные интернет-аферисты используют самые разные сценарии и методы обмана. Чтобы не стать их жертвой, важно быть осторожным при совершении финансовых операций в сети. Не торопиться и перепроверять каждый свой шаг. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности в сети интернет. Более тщательно проверять объявления в популярных сайтах. Ни в коем случае не производить предоплату за товар, даже если предоставляются подтверждающие документы. При покупках в сети интернет просите покупателя провести видеообзор продаваемого товара. За совершение интернет-мошенничество рассмотрена ответность согласно части 2 статьи 190-го уголовного кодекса Республики Казахстан до 4-х лет лишения свободы. В случае, если вы все-таки стали жертвой интернет-преступников, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию. Дарья Пашмынцева при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Первый в этом году массовый замор рыбы. На озере Питном в районе Макжана-Жумабаева местные жители обнаружили тушки карасей. Водоем находится рядом с селом Полудино. На его берег вынесло около полутонны снулой рыбы. К слову, объем арендного озера составляет 600 гектаров. И по некоторым данным, там порядка 75 тонн карася. Специалисты Управления природных ресурсов и регулирования природопользования уже взяли нужные анализы. Отправили их на экспертизу в лабораторию. Результаты исследования сообщат через 2-3 дня. Сейчас все туши рыбы утилизируются. Произошел частичный замор, так как тушки среднего размера, поэтому частичный, который никаким образом не повлияет на активофауну водоема, поэтому здесь ничего страшного нет. Данный водоем находится в аренде. Ущерб не по вине, однозначно не по вине субъекта рыбного хозяйства будет разбираться, комиссия будет это рассматривать. Льготы в детский сад. Детей и учителей включили в категорию первоочередников для получения места в дошкольной организации. Все благодаря закону о статусе педагога, который подписал президент страны Касым Жумар Тукаев. На данный момент в своей очереди ожидают 6,5 тысяч маленьких жителей города. Это на 3,5 тысячи меньше, чем в прошлом году. Алена Хан с подробностями. Несмотря на декларируемое сегодня повышение зарплаты учителей, многие доплаты исчисляются базово-должностного оклада. Поэтому 500 тысяч педагогов нашей страны не чувствуют существенного повышения. Надо прямо об этом сказать. При этом зарплата остается одной из низких и составляет всего лишь 65% от средней зарплаты по экономике. С этим, конечно, мы мириться не будем. Поэтому поручаю правительству в целях привлечения квалифицированных кадров в систему образования и повышения статуса педагогов увеличить зарплату учителей в два раза в течение четырех лет. Полагаю, что принятие закона и указанных мер приведет к существенным изменениям в жизни учителей. В конце прошлого года закон о статусе педагога подписали и он вступил в силу. Новый документ теперь дает возможность учителям, преподавателям и воспитателям получить льготы в детский сад. Это значит, что зачисление детей работников образования теперь в приоритете. Раньше в этом списке были только дети инвалидов любой группы из многодетных семей с особыми образовательными потребностями и сироты. В связи с этим педагогическим работникам необходимо зайти на сайт Индиго24КЗ через личный кабинет, ввести пароль ин заявителя, найти вкладку «Мои заявления» и далее по ссылке «Пройти» подтвердить льготу. Подтверждением льготы является справка с места работы. В Петропавловске 2187 педагогов, которые работают в школах и еще около 1200 в дошкольных учреждениях. Маленькие дети, конечно, есть не у всех. Виктория Шмидт пять лет работает в яслях саду Арай. Ее дочери Софии почти три года. Сюда же малышка стоит в очереди. И благодаря закону о статусе педагога место получит как льготник. Заявку было несложно подать. Для этого нужно было справку с места работы о том, что я действительно здесь работаю и прикрепить ее на сайт Индиго. И теперь мы как первоочередники считаемся. Всего в областном центре в очереди на получение места в детском саду стоят порядка 6,5 тысяч детей. Это на 3,5 тысячи меньше, чем в прошлом году. Алена Ханрустам, Тлеужанов, Новости МТРК. В Северном Казахстане действует 13 детских оздоровительных лагерей. Там сейчас с полным ходом идет подготовка к новому сезону. Бели открасят, ремонтируют корпуса, спортзалы, столовые. Для кого предусмотрены льготные путевки и изменится ли цена на отдых мальчишек и девчонок, расскажем далее. Солнце, свежий воздух, тишина. Лагерь Досты готовится к встрече с юными североказахстанцами. К их приезду здесь все заиграет яркими красками. И так тихо, конечно, не будет, говорят вожатые. В этой роли Карина Ясиналина впервые. Но волнения нет, ведь работа с детьми – это то, чему девушка хочет посвятить себя, рассказывает будущий педагог. Я работала аниматором до этого. И общение с детьми приносит мне своеобразное удовольствие. Поэтому работа вожата – это запас энергии на все лето, позитивные эмоции. То есть, это безумно прекрасная работа, я считаю. Наводят порядок, белят, красят. Работы хватает всем – и вожатам, и персоналу лагеря. На помощь пришли волонтеры. В их числе Рамиль Кадыров. Говорит, сделать хорошее дело только в радость. Да и рабочие руки лишними не бывают. Я за это не буду получать, это благотворительность. То есть, я на самом деле по собственному желанию помогаю здесь работникам и вожатым. Это польза для окружающих. То есть, я хочу, чтобы дети жили в комфорте. Освежат все девять корпусов. Достык – один из пяти лагерей, которые передали в доверительное управление. В этом году бизнесмен акцент делает на ремонте столовой. Там у нас все меняют, трубы меняют, народные окна поставят. Клуб у нас внутренней работы готов. Снаружи у нас металлсайдом еще до этого сделали. В районах с ремонтом помогают сельхозтоваропроизводители. Сколько североказахстанских детей проведут время в загородных лагерях, пока неизвестно. Ясно одно – отдых будет отличаться от предыдущих сезонов. Дезинфекция, расстояние между кроватями, санитарная безопасность. Как ее организуют, станет ясно после выхода постановления санврача. Но стоимость путевки существенно не изменится, говорят в управлении образования. К слову, в прошлом году цена варьировалась от 15 до 30 тысяч тенге. Льготы для детей и социально уязвимых слоев сохранят. Бесплатные путевки в лагеря получат около 3 тысяч мальчишек и девчонок. Кроме этого, у нас есть дети-сироты, воспитанники организации образования для детей-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в количестве 194 ребенка. Они тоже отдохнут в загородных лагерях. Кроме этого, 59 детей в республиканском реабилитационном центре «Барабай». Кроме того, впервые в Северном Казахстане откроют лагерь для одаренных детей. В нем за три сезона отдохнут около 300 призеров Олимпиад и конкурсов. Агири Макашева, Казбек Рыкпаев, Новость Семтерка. Со снятием ограничительных мер в травматологическом отделении детской областной больницы наплыв пациентов в сутки до 30 человек. За помощью к медикам обращаются после езды на самокатах, велосипедах и за ожогов. Моя коллега Агири Муканова во Всемирный день травматолога, который отмечается 20 мая, встретилась с врачами и узнала, с какими повреждениями чаще всего поступают юные североказахстанцы. Весна в этом году ранняя. И своим теплом начала радовать с первых своих месяцев. Но в связи с режимом ЧП люди не могли выезжать за город, гулять в парке, чтобы подышать свежим воздухом и погреться на солнышке. Особенно тяжело пришлось детям. Энергии много, одевать ее некуда. Как объявили о послаблении карантина, улицу Конституции Казахстана парки и скверы города заполнили отдыхающие. Среди них много детей и подростков. Каждый находит занятие по душе. Кто-то играет на спортивных площадках, другие катаются на скейтбордах и велосипедах. 14-летний Никита Сабиров с нетерпением ждал, когда сможет проводить время с друзьями на улице. Теперь он видится с ними почти каждый день. Очень хорошо кататься. Главное – соблюдать правила дорожного движения. И, конечно, кататься аккуратно. Ведь многие попадали в какие-то аварии. Конечно, меня это обошло стороной. Катаюсь просто ради какого-то интереса, удовольствия получаю от этого. Аккуратно везде и один от Уктарова. Только она предпочитает самокат. Кататься на нем научилась недавно. Приобрела три месяца назад. Давно хотела его себе. На покупку откладывала с карманных денег. Получается, половину я накопила, а мама мне добавила. Обычно я гуляю с подругой. Ничего особенного. Мы гуляем на самокатах, катаемся. Можем посетить парк. Активный образ жизни – это, несомненно, хорошо. Но нельзя забывать о безопасности. Следить за этим должны родители, отмечают врачи. С послаблением карантина количество обращений в травмпункт детской областной больницы увеличилось вдвое. Обращаются в основном с переломами лучевой кости, предплечья, а также с ожогами. В сутки обращается около 30 человек. Это травмы различной тяжести. От простых до сложных. Сложные дети, естественно, госпитализируются. Им проводятся закрытые репозиции. Порой мы оперируем, то есть производим остеосинтез, сопоставляем кости для того, чтобы в последующем движения восстановились в полном объеме. Отделение травматологии детской областной больницы рассчитано на 35 коек. Сегодня из них свободны лишь 7. На данный момент в медучреждении карантин. По словам врачей, с начала текущего года за помощью к ним обратились почти 2500 североказахстанцев, 15 случаев в следствии ДТП, 42 из-за укусов животных. Врачи просят население быть осторожнее и следить за детьми. Особое внимание уделять состоянию окон, устанавливать на них защитные замки или решетки. В прошлом году в области было 4 случаев падения детей с высоты. Огири Муканов, Михаил Казначеев, новости МТРК. Около 6 тысяч пчелосемей карпатской породы доставили в северный Казахстан. Привезли их с юга страны после зимовки. Сейчас полосатые труженицы расположились на пасеках и уже приносят первый сладкий урожай. О том, как обживаются в новых условиях крылатые насекомые узнавала Анжелика Сычева. Это одно из дачных сообществ на окраине Петропавловска. Пасека, расположенная здесь, принадлежит Олегу Гаврилову. Тут порядка 150 пчелосемей. В каждой от 60 до 80 тысяч крылатых тружениц. Привезли их в северный Казахстан с юга страны в начале мая. Более 6 тысяч пчелосемей. Где-то 9 мая к нам пчелы пришли и мы их раздали, реализовали по пчеловодам области карпатской породы. Кстати, это одна из самых дружелюбных пород. В отличие от других пчелок, эти дают меда в разы больше и быстрее. Еще нет и двух недель, как полосатые на новом месте, а пчеловоды уже собирают первый майский урожай. Он, кстати, считается самым полезным. Нектар насекомые собирают с яблонь, с лиф и одуванчиков. Цветение в этом году хорошее, правда, длится оно недолго, поэтому к началу июня ульи отправят в Жамбылский район на опыление эспарцета. Эспарцет – это корм для животных, очень хороший, по споре, для животноводства. А для нас, как корм, мы качаем первый мед с эспарцетовой. Потом переезжаем на отцветение дойника. После дойника у нас отцветает кричиха, рапс, потом осотовый, поля молочаевые. Также вот в том году мы посеяли поле фацелия, это самый сильный медонос в области. И вот так, перекочевывая с места на место, Карпатки за сезон, а это с мая по сентябрь, могут принести около 10 тонн меда. Кстати, у нас в регионе есть 6 разновидностей этого сладкого продукта. Впервые в этом году начали использовать вот такие вот ульи. С их помощью можно получить пчелиную пыльцу. Кстати, она тоже очень полезна для иммунитета. Продавать ее вместе с медом будут в супермаркетах и специализированных магазинах. Вся эта продукция пользуется большим спросом не только в нашем регионе, но и по всей республике. Сейчас у пчеловодов появилась проблема с экспортом. Мы не можем выйти на экспорт из-за того, что в меду находят антибиотик. А антибиотик, он находится потому, что пчел обрабатывают на юге вот этими лекарственными средствами антибиотик. Если их не обрабатывают, то пчела может погибнуть от воротоза. Мы сейчас начали производить вот эти ульи рогатые. То есть мы гнездо не откачиваем, а качаем чисто новые рамки на новой овощине, в которых нет антибиотика. То есть у нас вот второй год производства этих ульев, и мы начинаем качать мед без антибиотика. А еще в этом году впервые планируют оставлять пчел зимовать на севере. Для них будут создавать специальные помещения. Анжелика Сычева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok